Так, это акция CRII. Я входил 36.96. На пробой 37. В принципе, пробой этот уже удался. В районе 15-20 центов была прибыль. Сейчас мы смотрим здесь вот уровень 37.20. Был сложный. Насколько будет они его пробивать или нет. И я установлю сейчас уже свой ордер на, в принципе, без убыток. Если получится, этот ордер найти еще. 37.00. 36.92 стоит ордер. Ну вот они протестировали 37.20. Пока взять его не смогли. Мне нужно поставить 36.96. На без убыток. Не хочу я здесь рисковать. Вот он сработал без убыток. Просто сработали на комиссию. Ничего страшного. Nvidia. Nvidia падает. Вот нам. Нас интересовало линь-14. К нему мы сейчас уже подходим. Ну вот прошло 15 минут с открытия сессии. Это не самое лучшее время для торгов. Зато самое активное. Так. Nvidia сделала 14.00. Можно посмотреть, как у нее пойдет здесь дела на уровне 14. Будет разворот или нет. Нас в данном случае будет интересовать продажи, конечно же, дальше по тренду ниже 14.00. Когда лента опустится ниже уровня 14.00. Если она опустится, конечно. То есть нас интересует движение в продолжении тренда на продажу. Бай сейчас еще не сформирован. Бай сейчас еще не сформирован. Смотрим на афера. Пока что они выше 14.00. Вышел на продажу. На пробой 14.00 вниз. Дальше по тренду. Здесь все правильно. Идет продолжение тренда. Пять центов прибыли. Шесть центов прибыли. Yahoo не развивается. Поэтому я ее закрою. С нулевой прибылью, но и нулевым убытком. Здесь поставим 14.10. Выход. Стоп. Стоп. На случай экстренного разворота. Зацепились. Зацепились они за этот уровень 14.00. Вроде бы и продавили его вниз. Но так движение это не продолжилось. То есть пока это нам угрожает стопом. Там порядка 9 центов. В общем-то не страшно абсолютно. Вход был правильный, логичный. То есть когда афера и принты опустились ниже уровня 14.00. Но в продолжение тренда абсолютно справедливый вход. То есть даже если здесь срабатывает стопом 10 центов. Это не страшно. Потому что логика абсолютно верная. Обычная сетодвижение. Если бы оно продолжилось, оно бы здесь шло и шло. Тут могло бы быть и 40-50 центов прибыли. Вполне. Поэтому пока мы видим, да, растет объем. Часовой на часу растет объем. Нас как бы останавливает это движение. Мы видим, что вот идет, не пускает нас ниже уровня 14.00. Хотя борьба еще идет. Вот. Главное сейчас, чтобы пробили 13.90. Тогда это движение гарантированно продолжится вниз. Пока 6 центов плюс. Именно меня интересует... Вот, 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 вот. Смотрите, афера 13.90. И осмотрим принты. Чтобы байный принт был ниже 90. 13.90. Бах. Вот, вот, все, 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 все. Пошли. 12 центов плюс. И ниже, 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 ниже смотрим на байные принты. То есть, они понижаются. Достаточно качественный вход у нас был. Ниже 14.00 на пробой. Как только принты опустились ниже, мы зашли. 11 центов плюс. А пока идет борьба. Но 13.90 это уже сопротивление. В данном случае это не поддержка уже. И смотрим, на каком уровне мы, собственно говоря, будем останавливаться. 14 центов плюсом. Заход у меня был 14.10. Поэтому я перетяну пока что наш стоп. А, нет, вход был 13.99. Поэтому я перетяну вход стоп на 13.98. То есть, мы уже в безубытке. И пока вот работаем, ожидаем продолжение движения вниз. Следующий уровень, который нас будет интересовать, продавливание вниз 13.80. Немножко вот они откатывают. Может зацепить наш безубыток, который у нас уже на уровне 13.99. Но это тоже правильно все. Потому что, если они остановятся насчет разворот, нам абсолютно незачем, собственно говоря, терять эти копейки на ровном месте. То есть, движение абсолютно всегда четко. Если продавец есть, то ниже будет все это ниже, 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 ниже. Вот как мы сейчас видим, да, 18 центов прибыли. И идут уже афера. Смотрите, 13.81. Сейчас будет продавливать 13.80. Вот следующий уровень 82, 85. Вот не пускает ниже, ниже не пускает. Смотрим, смотрим. Так, 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 так. Нас интересует, повышаются продажи активно идут. Но идет и борьба. То есть, если продавец присутствует, он будет опускать ниже это все. Если продавец ушел, там нечего ловить. То есть, мы можем закрыть. Тут у нас 14 центов прибыли осталось. Но я подожду все-таки расторговку. Как дальше? Сейчас, если будет пробит уровень 13.80, то еще 10 центов мы будем продавливать до 13.70. Это уже больше 20 центов будет прибыли. 13.80. Вот он, 13.79. 21 цент прибыли. 20 центов прибыли. То, о чем я говорил. И так же самое до 13.70 до уровня идем. 24 цента прибыли. И смотрим. Вот, 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 вот эти ордера. 76. Ну, тут понятно, что будет мама не горюй. Мочилова. Но нас интересует. Мы понимаем, да, что все по 10 центов идет. Ну, в общем-то, идут расторговки просто. И пока есть продавец, он будет все это, все, что покупает, он все будет забирать. И вот мы смотрим, как двигается лента. Опять же, следующий уровень, который нас интересует, продавливание вниз уровня 13.70. А вот мы подходим к этому уровню. 29 центов прибыли, 30 центов прибыли. И мы, видите, сразу же так, сходу получили 13.63. Бах, 13.60. И уже 36 центов прибыли у нас, 37 центов прибыли у нас. И следующий уровень, который нас интересует, 13.60. И давайте мы на 13.60 поставим здесь где-то на 13.61 покупку на выход из позиции. Пока есть еще продавец, да. 13.61 у нас стоит байный ордер на выход из позиции. И ждем сработки на новом трендовом движении вниз. 13.61 на выход из позиции 33.34 цента плюса, 36 цента плюса, 35, 34, 34, 35, 34, 35, 34, 34, 34. Ну, я думаю, он его так и продает. 36, 36, 36. Ну, вот, 38 центов плюса, чистая работа. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.